на канал загет поступил такой вопрос как у писателей лучше читать для своего духовного развития но ведь и хороших них огромное количество и указать на конкретного писателя довольно сложно потому что все мы имеем разное устроение разные духовный опыт кому под кому-то подходит твердая пища кому-то подходит более мягкая это касается чтение это касается духовных авторов но надо понимать что все же есть некоторые книги и не только интересные не только глубокие так по-человечески по художественному замыслу а глубокие по духовному содержанию и знаете все хорошо где господь вот есть некоторые книги в которых чувствуется присутствие христа и вот такие книги они всегда трогают сердце сердце откликается на это но если взять например достоевского прекрасный роман идиот образ христа из мышкин взять преступление наказание вот такой контраст света и тьмы греха покаяния и евангельский свет который во тьме светит и тьма не объявила его прекрасные произведения есть у чехова христианские рассказы которые не просто интересны о которых как будто подпитывают они трогают сердце потому что там присутствует христос там господь его благословение есть немало духовных авторов из современных поискитогорец я думаю что он достаточно универсален для восприятия людей разного духовного уровня хороший перевод греческого языка интересные образы вообще он обладает образным мышлением старец поисей и конечно вот эти образы как некие притчи ложатся в сердце и поучают наставляют мне очень дорога книга отец арсений я ее многократно читал перечитывал и наверное еще раз прочитал бы и наверное прочитаю обязательно потому что она очень ревностная вот дух ревности он как будто передается она как будто имеет такой огонь себе огонь ревности по бозе она написана будто бы духом и так кажется и верю что в ней благословение божие и там христос но я все-таки хотел сфокусироваться на книге всех книг на евангелие нет ничего лучшего для питания души чем слово божие чем евангелие знаете бывает даже молитва затруднительно бывает молитва рассеянная бывает молитва неопытно но когда читаешь евангелие помолясь то сердце которое может еще не разогрета но на каких-то словах реагирует на силу слова божия и так бывает что некоторые слова особенно западает в душу особенно трогает душу и тогда нужно остановиться побыть в этом прислушаться к себе прислушаться к тому что говорит нам господь что он хочет нам сказать для чего нам это нужно как там это в жизни реализовать хорошее правило читать евангелие ежедневно кто-то из отцов современный говорил так что не можешь главу но прочитай полглавы не можешь полглавы прочитай абзац но прочитай хоть что-то всегда можно найти время на это пусть ни одного дня без евангелия не проходит ни дня без евангелия вот такой девиз и евангелие нас всегда будет развивать всегда будет нас питать всегда будет нас умудрять апостол читаем вера от слышания ослышание слова божия будем слушать слово божие будем вслушиваться слово божие будем читать вчитываться и складывать свое сердце исполнять то что мы прочитали внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео